Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегиат пришел следующий... Не совсем библейский вопрос, но тоже важный. Тяжело переживая смерть любимого питомца. Есть ли душа у животных? Во-первых, примите мое соболезнование. Это всегда тяжелая утрата. А насчет души вопрос достаточно простой. Душа у животных есть. Но мы это знаем из книги Ветхого Завета. Отчасти мы уважительно относимся к смерти животных, к убийству животных в Новом Завете, поскольку из Ветхого Завета приняли несколько правил относительно того, чего можно есть и чего нельзя. Именно в этом контексте. Душа животного в крови, говорит Писание. И христианину нельзя есть идоложертвенной пищи, животных, которые были удушены, то есть убиты без пролития крови, и пить кровь. Вот последних два запрета связаны именно с тем, что душа в крови. И убивая животное для того, чтобы продлить нашу жизнь или использовать шкуру животного для того, чтобы построить какую-нибудь палатку, или кости мамонта, чтобы, собственно, сделать скелет, или как там сказать, основание этой палатки. Ты все равно вважительно к нему относишься, позволяя душе животного выйти из тела животного. Ну, естественно, если душа в крови, то по верованиям беременных людей, когда ты пьешь кровь медведя, льва, кабана, или даже врага поверженного, разные верования были, ты приобщаешься с силе этого животного, потому что его душа теперь как бы становится сопричастной твоей. Именно потому мы против всех этих кровянок, гематогенов и даже практикующейся традиции где-то в Заполярье, пить кровь оленей. Именно поэтому, потому что душа животного в крови его. Но душа смертна у животных. Подхожу плавно к тому, что не всякий христианин даже готов принять. Душа человеческая бессмертна. Хотим мы этого или не хотим, нам жить вечно с Богом или с противниками его. За нее можно молиться. Потом мы молимся об усопших, потому что есть возможность стать ближе к Богу, пока душа человеческая еще не соединилась снова с телом и не явилась на последний страшный суд. У животных же души прекращают свое существование и в земном бытии, и в вечность. Есть мнение, что в вечности будет что-то наподобие животных. Да, преображенное, да, вечное, да, не в том виде, в котором существовало на земле. Такая некоторая общая душа животного, соответственно, роду и виду его. И кто-то так осторожно говорит, что души всех наших усопших животных как-то вольются вот в эту мировую душу дикобразов, сусликов и панд. Как они там будут выглядеть? Ну, невозможно сказать. И будет ли вообще так, как кто-то осторожно предполагает, тоже совершенно непонятно. Апостол Павел видел, что там происходит и говорил, нет на человеческом языке тех понятий и определений, которым можно было бы адекватно объяснить каждому из нас, что же там будет. Но поверьте, то, что ждет любящим Бога, в царстве его ни на сердце человеческое не приходило, ни на ум его. Глаз не видывал, ухо не слышало. Там будет очень-очень здорово и замечательно. Если, мне кажется, вам очень нужно для того, чтобы в царстве Божьем была не только любовь между людьми, но и какие-то другие существа, которые вам очень хочется любить помимо людей, может быть, Господь и даст вам это каждому по сердцу его. В царстве Божьем обители много суть, может, действительно, какой-то там из обителей будет какая-то преображенная галактика, в которой будут милые зверушки, которые тоже будут вам так же в милости и в радость, как и Адаму в раю. Зверушки-помощники, зверушки, приносящие какую-нибудь легкость бытия в царстве, где все легко, где все радостно, нет ни болезней, ни печали, ни уныния, а есть все то самое лучшее, что только мы хотим, чтобы было в нашей жизни. Пусть Господь помилует каждого из нас и напомнит, напомню каждому из нас, что все-таки наша загробная жизнь во многом зависит от того, как мы относимся к людям. Блажен, кто из котов милует, но нельзя миловать, только брать в наших меньших, ну и как-то послужить роду человеческому, словом, делом или хотя бы молитвой. Хотя молитва, наверное, это самое важное, надо было с нее и начать. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok